МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и вы на канале Рыбалка с Дивером. В сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать и показать новую приманку, сделанную компанией Герман. Данная приманка очень получилась похожа на оригинал, и называется она Трон. Данная, так сказать, реплика сделана уже на многим известный воблер от компании Сальма, воблер Фридайвер. Рабочая глубина данного воблера это 6, 7, 8, 10 метров, и порой даже можно дотянуться до 12 метров. Воблер прекрасно ловит судака, сама и русловую щуку. К сожалению, оригинальную приманку Фридайвер от компании Сальма сняли с производства, и найти ее теперь крайне трудно. И вот она в этом году долгожданная реплика. Реплика на воблер Фридайвер. Данный воблер получился очень похожий. Как визуально, так и по шумящим своим характеристикам. Ну, отличия, в принципе, все-таки есть. Продолжение следует... Это копия, реплика. Это оригинал. Мне кажется, шумовая камера все-таки немного разная. Точнее, звук шумовой камеры. В принципе, сама конструкция шумовой камеры одинаковая. Есть маленькие шарики, и есть большой шар. Большой шар выполняет функцию дальнего заброса. То есть данным воблером хорошо ловите в заброс. Так вот, большой шар, мне кажется, здесь, ну, или тяжелее, или больше. Ну, больше вряд ли, скорее всего, просто тяжелее. Хотя, на самом деле, взвешивая приманки, взвешивая приманки, я понял, что они, ну, весят одинаково. По крайней мере, я не знаю, насколько, значит, у меня весы правильные и неправильные. Затрудняюсь сказать. Весы старые. Но несколько, несколько раз я взвешивал, и вес показывал одинаковый. Хотя, я говорю, в принципе, вот по ощущениям, здесь шар тяжелее. Здесь прям такое ощущение, что маленький какой-то шарик туда-сюда катается. А здесь прям увесистый. Визуально данная приманка идентичная. Компания Герман сделала очень похожий воблер, чему я безмерно рад. Одинаковые лопаты. Высота петли тоже одинакова. Расположение ее очень похоже. Сами петли воблера довольно-таки толстые. Такие же, как у оригинала. Я лично очень давно ждал реплику на эту приманку. Так как оригинальная приманка, ну, стоила довольно-таки приличных денег. У нас в России она обходилась людям за 700 рублей, а то даже за 800 рублей и выше. Это на самом деле, ну, я считаю, для польской приманки дороговато. В том году от компании Lucky John появилась вот такая приманка. Назвали они ее Deep John. Многие рыбаки и блогеры сразу стали говорить, что это реплика, что это копия как раз вот на фридайвер, который мы давно очень ждали. И ура, ура, ура и тому подобное. Но если сразу вообще посмотреть и, как говорится, невооруженным взглядом присмотреться к приманке, то это, друзья мои, далеко не копия. Ну, начнем с того, что, допустим, у Deep John, который внизу, два тройника. У оригинальной приманки, у фридайвера, три тройника. Так же, в принципе, и сама форма. Вроде бы как она похожа, но она другая. Лопата на вид вроде бы одинаковая, но если посмотреть лучше, то установка петли совсем в другом месте. Вот они, три приманки, которые на сегодняшний момент могут иметь звание похожести. Deep John, но его назвать, повторюсь, копией мы не можем. Вот он оригинал и реплика от German. Кстати, если брать качество покраски, залитие лака и тому подобное, то вот даже вот такие нюансы, которые мы видим сейчас на самой мордочке, у оригинальной приманки, у реплики отсутствуют. То есть покраска сделана более качественно. Те же самые залитые петли. Где-то они вот нормально залиты, а где-то они залиты вот с таким, с повисшим лаком, наверное. Вот на второй то же самое. С одной стороны, кому-то это, наверное, понравится, скажут, что здесь точно мне будет пить воду и тому подобное. Данная приманка, вот, я считаю, что сделана намного идеальней. У фридайвера есть интересная конструкция петель, которую я всегда очень сильно приветствую. То есть сама петля, вот эта носовая, вот она, продолжение идет, она связывает все-все-все-все-все-все петли с собой. То есть это одна единая проволока. И такого рода приманки, я считаю, ну, очень силовыми и реально по трофейной рыбе. Вот она, вот эта проволока, и она уходит сюда, сюда и пошла. Вот она с этими петлями сходится. Вот здесь будет ее, наверное, получше видно. Вот она. Это реплика от Герман. То есть строение петель именно такой же. То есть проволока, одна единая, соединяет все четыре петли. Носовую и три, значит, для тройников. Лаки Джон на Дип Джоне тоже сделал такую же систему. Ее плохо видно, но она есть присутствует. Вот она, значит, проволока, вот она. И пошла она соединять другие две петли. То есть, если у нас у оригинала и у Герман четыре петли, три тройника и одна носовая, то у Дип Джона у нас всего три петли. Носовая и, значит, два тройника. У Дип Джона, кстати, стоят очень мощные тройники. И петли тоже довольно-таки мощные. Но колечки по сравнению с этими двумя составляющими, я считаю, что слабоваты. То есть для такого массивного тройника, ну, колечка маловато. То есть сюда надо ставить хотя бы такие колечки, как стоят на халкообразных приманках. А у оригинала вроде бы как все гармонично. Но не считая того, что, наверное, сами петли данной приманки очень мощные. Выдрать их, наверное, оттуда нереально. Тройничочки, конечно, поменьше, потому что большие поставить нельзя сюда. Они будут цепляться друг за друга. Тройники и так уже касаются друг друга. Компания Герман пошла по тому же пути и сделала то же самое. Очень мощные петли. Я считаю, что чуть мощнее, чем у оригинала колечки стоят. И такие же небольшие тройники, которые тоже больше ставить нельзя, так как они уже касаются друг друга. Тройники на данной приманке стоят очень качественные. То есть так вот, простыми какими-то такими движениями они даже не разгинаются. Скажем так, данные тройники стоят реально мощнее, чем на бандитах. Кольца упругие и довольно-таки мощные. В принципе, друзья мои, если сравнивать эти две приманки, Tron от компании Герман и Freediver от компании Salma, то они очень похожи. А вообще, на самом деле, самое главное это не схожесть. Самое главное качество и самое главное, чтобы приманка ловила. Данную приманку я еще пока не тестировал на воде. Ничего вам не буду говорить. Будет она ловить, не будет она ловить. Здесь только можно сказать после воды. Но все у ней, в принципе, аналогично с оригиналом. Расположение петель, толщина петель, вес приманки, размер лопаты, форма тела. Единственное, повторюсь, шумовая камера Может быть, чуть-чуть звучит по-разному. Реплика, оригинал. Оригинал, реплика. Опять же, может быть, у меня одно ухо воспринимает сигналы по одному, другая по-другому. Надо распиливать, надо смотреть, что внутри. Но у меня инструмента такого нету, и распилить я не смогу. Может быть, кто-то из вас уже распилит и посмотрит данные приманки. Или я сделаю это, возможно, попозже как-нибудь. В целом, и боковой есть шум. И такой. У Дип Джона система дальнего заброса. И вот такой боковой шум. А вот у оригинала. Герман. Тут, кстати, даже шарик, такое ощущение, в какую-то канавку падает определенную. И, видите, сразу не сваливается. То есть, большой нужен угол, или хорошо им нужно тряхануть, скажем так. Тогда он... То есть, система дальнего заброса тоже хорошо сделана. Она не залипает, ничего. Ну, то есть, она... Шарик попадает в какую-то нишу. Это тоже плюс, чтобы он, допустим, здесь и оставался. То есть, вовер постоянно будет находиться в таком положении. Шум, на самом деле, у Дип Джона тоже очень хороший. То есть, боковой вот этот... По идее, как бы, должен привлекать рыбу. Но по какой-то причине Дип Джон уступает оригинальному фридайверу. Но, повторюсь, это вообще две разные приманки. Я так понимаю, люди делали это совсем другую приманку. То есть, что-то взяли от фридайвера, но сделали свое, что-то другое. Это большой риск. Итак, друзья мои, давайте теперь я как раз скажу по номерам, по цветам, какой воблер как называется. И покажу вам их прямо поближе. Как смогу, скажем так. Итак, друзья мои, беленький, белый ходок, цвет 253. Его, как говорится, бракет с черненькой, уголек, 252, цвет 252. Да, кстати, друзья мои, воблеры Герман стал скреплять вот такими резинками. Я не знаю, удобно это или нет, но мне... Я все равно эти резинки снимаю. Возможно, для транспортировки как-то это удобно. В коробках, может быть, они цепляться, конечно, тоже меньше будут. Но скреплять их постоянно резинками у меня сил не хватит, терпения не хватит. Итак, 252 уголек. Я всегда говорил, что, значит, ну, черный с определенным добавлением всегда ловит. Почему именно черный? Сам черный цвет, наверное, будет ловить определенную рыбу не всю. Судака, скажем, наверное, не будет. Но на этом черном фоне стоят именно вот эти вот салатовые, назовем их, желтые какие-то, вот эти пятна, да? Вот. И два рыжих пятна. Данные пятна как раз и есть флюоресцентные. То есть весь воблер не светится, но пятна светятся под флюоресцентным, скажем, ну, светом. Мы точно же никто не знает, как рыба видит, да? И если бы, допустим, рыба умела бы разговаривать, я все время как бы об этом говорю, так, в шутку, вот, то, наверное, бы определенные рыбаки бы ловили бы ее и пытали бы, да? И спрашивали там, как, чего ты видишь, какие приманки там, где рыба и тому подобное. Вот. На что ты будешь сегодня клевать? Так вот, мы, рыбаки, думаем, что, допустим, чем воблер ярче, тем, значит, это все круче, тем это лучше. И тем это, значит, уловистей. На самом деле нет. Это, конечно, просто все веселее, все красивее, но на уловистость это не всегда сказывается. То есть сильно светящиеся приманки, как, допустим, вот, давайте возьмем в пример серия Глоу. Если многие знают оригинальные бандиты, у них есть серия Глоу. Так у меня их там довольно-таки много, этих приманок разных, рыжих, значит, какие там бывают розовые, там, зеленые, белые. Там какие-то разнообразные, там, желтые. Вот. Данные приманки, если осветить, скажем так, светом, или, вот, они светятся. Ну, как, скажем, фосфорная приманка, флюоресцентные приманки, это вот такой план, да? Так вот, данные приманки крайне затруднительно, мне скажем, приносят рыбу. Иногда выстреливают, но зачастую нет. То есть простая приманка с какими-то даже, ну, скажем, вот, будет удачный пример. Вот, такого, скажем, рода приманка принесет больше рыбы, вот, допустим, от Германа цвет, допустим, да? Типа 32-го, значит, это у Германа 114, сейчас я вам покажу. Вот такой цвет оригинал, как 31-й, это от Герман 019-й, сейчас тоже об этом расскажу. Вот такие цвета принесут, скажем, больше рыбы. Но вот такие цвета с пятнами флюоресцентными иногда выручают, и выручают очень даже неплохо. Особенно в мутной воде, в ночное время, в сумерках, скажем так. Но, я говорю, если приманку сделать всю, светящуюся, перебрать, скажем, перестараться с этими покрытиями флюоресцентными, то приманка перестает ловить рыбу, то есть она начинает отпугивать ее. Итак, это 252-й, уголек. Дальше. Вот такой 110-й. Кстати, очень-очень уловистый цвет. Опять же, почему он уловистый? Мое предположение. Синяя, значит, присутствует, присутствует белая, присутствуют крапления, что, в принципе, приветствуется всегда на воблере, на приманке. И рыжая, рыжая, да, рыжая, рыжая пузо. Вот, рыжая пузо светится флюоресцентным, все остальное нет. То есть, как правило, да, приманка, значит, идет по дну, рыба сверху видит, небольшие какие-то отражения, то есть что-то вот это вот от цвета, от пуза она видит, то есть основного это она не видит. То есть, как вот раз, если повернуть его так и тащить, допустим, да, приманка, если бы вот так шла. Я думаю, что поклевок было бы в разы меньше. А здесь флюоресцентное покрытие внизу, оно дает какой-то, ну, какой-то эффект, свой, какой нужен, минимальный, скажем так. И рыбу это притягивает. Но если, я говорю, мы приманку покрасим, скажем, это будет спина, рыба атакует сверху, я думаю, что приманка бы ловила бы хуже. 110-й. Так, давайте вот с оригиналов, которые я вам показывал. Значит, цвет 0.19. Здесь я уже эти резиночки снял, для когда я делал фотографии. Это под 31-й, под мой любимый цвет, как бы. Ну, 31-й, почему называю, уже как бы как классика, это вот тогда в свое время с хромом хромированный воблер, ну, такого типа, типажа, да, хромированный воблер от компании Bandit. В свое время я очень любил ловить на оригинальные приманки, пока не появились качественные реплики. И, значит, оригинальная приманка от воблера Bandit у меня всегда в 31-м цвете, мне всегда приносило очень много рыбы. Единственное, здесь еще вот как бы на данном воблере от компании German вот это вот пятно. Тоже оно рыже-красное какое-то такое. Вот. Не знаю, возможно, вот опять же оно когда-то будет спасать. Но когда-то оно будет именно тем пятном, которое... Ну, лучше бы его, как говорится, здесь и не было бы. Следующий, тоже близко к натуральному, это 114-й цвет. Или, как многие уже знают, 32-й у Bandit как раз. То же самое, значит, рыжая, значит, пузо флюоресцентное. И больше ничего флюоресцентного нету. Присутствует голубой цвет, синий-голубой, скажем так, да, и хром. Это как раз те цвета, которые, опять же, я считаю, что по судаку всегда будут работать. Вот такой. 114-й. Дальше еще один цвет, тоже очень похож на натуралку. Это 021-й. Вот такой цвет. Покажу вам классику. Это белый с красной головой. Многие рыбаки такие приманки обзывают тампакс. Белый цвет, на самом деле, вот очень лоистый. Если к нему еще что-то добавить, скажем так, желтое пузико, какие-то крапления или темная спинка вообще начинает бомбить. Но белый цвет всегда работать будет и по щуке, и по судаку. Всегда. А, цвет я забыл назвать вам. Это цвет 019-й. Покажу вам новый цвет. Три четверки. Это новый цвет от компании Герман, который появился вот-вот-вот в 2020 году. Я считаю, что вот данный цвет будет очень-очень хорошо ловить судака точно. По щуке я небольшой специалист, но судак, я думаю, что его очень полюбит. Разные, видите, крапления с разных сторон. Почему это получается? Я тоже, значит, задал вопрос производителю. Мне на самом деле больше нравятся вот такие крупные, но более редкие, чем вот такие мелкие. Я считаю, что вот эта сторона, ну, более подходит... Я считаю, что вот данная сторона подходит, ну, больше к моему пониманию. То есть, как бы... Почему так получается? То есть, эти приманки красят там как-то своеобразно, и они получаются... Каждая приманка получается, ну, абсолютно разная. Открывается, значит, краской, обдувается, засыхает, и когда это стягивается... Ну, короче, это своя технология. Получается вот своеобразный рисунок, он разный. Посмотрим, как это чудо будет ловить, но, значит, сама идея, сама идея очень-очень-очень-очень зачетная. Его братец, не желтенький, а красненький. Многие его, наверное, будут называть вареный рак, цвет рака. Этот цвет три тройки. Три-три-три. И будет дырка. Многие скажут, что это очень красный и пестрый цвет. Я считаю так, что, опять же, в определенный момент такие цвета очень сильно выручают и выстреливают. В свое время многие искали специально такие цвета по саму. Это первое. Есть фанаты, значит, кто ловит щуку именно на такого плана приманки. Скажу больше. Я считаю, что и по судаку данная приманка зайдет. У меня в свое время была американская приманка от компании... От американской компании... Рибель. По-моему, Рибель, да. И она была похожего плана. Очень-очень зачетно ловила судака. Опять же, посмотрим, как это будет все это дело ловить. Чуть попозже я вам покажу как раз флюоресцентность всех этих приманок. Я положу их рядышком. Немножко притяним освещение. Я вам покажу, как это все светится. Ну, опять же, легендарный цвет 225. 225 цвет. Иногда просто бомбил по судаку. По поводу флюоресцентности, опять все это дело, когда буду фонариком вам светить, я вам все это дело еще раз покажу и расскажу, что светится, где светится и почему, слава богу, что не все светится. Дальше 224. Опять же, вот, ну, голубые оттенки, серебро, битое стекло, бока вот эти вот ноги называют, да. И опять же, рыжая пузико. 224. Мой любимый цвет, 217. Я считаю, что порой 217 цвет, ну, не только 217, это, по сути, файтайгер, значит, да, вот классический, скажем так. Полоски могут быть разные, чуть потемнее, чуть пореже, пожирнее, вот, или вот такого плана. Суть одна, это, опять же, темная, зеленая такая, практически черная спина с переходом в такую зеленоту и потом с переходом в желтизну. И, значит, вот, опять же, такой вот нежный. Вот, кстати, вот эта нежная розовая, ну, не знаю, рыжая розовая, вот, это лучше, чем, скажем, ну, вот такой. Да, это какой-то больше косноватый уже. Вот, да, вот эти вот пятнушки, они нежные. И вот эта вот нежность, она как раз и притягивает рыбу. Сделать пятно, вот почему я сказал, что вот здесь, да, вот, более красное. И поэтому, возможно, что это где-то как-то что-то, может быть, будет и отталкивать. Ну, или, допустим, щуку это будет притягивать, а судака, возможно, это не привлечет. А вот такой цвет, или вот пузико, видите, да, нежное. Оно вроде как желтое, но не совсем желтое, вот с каким-то уже примесью. Вот это вот самое то. 217-й всегда выручал и в агрессоре, и в бандите, да и, значит, другие артикулы у других каких-то производителей. В таком плане цвете всегда бомбили, выручали. Так, осталось у меня еще 4 приманки. Вот такой 234-й цвет. Кто-то оценил по судаку и по щуке. Я на самом деле пока не оценил. Ну, наверное, просто я в него сильно не упирался. Хотя есть игры-фанаты, кто ловит заброс, и используя вот такие цвета, и причем ловит щук очень хорошо. Кто-то говорил, что и по судаку. Кстати, напишите вот комментарий, как 234-й ловит у вас. И, скажем, где. На каком водоеме. 0,18-й. Тоже, скажем, такая своего рода классика, которая неплохо ловит судака. Ну, если выбирать, скажем, из зеленых приманок, да, я выберу, конечно, 2,17-й. 0,07-й. Это своего рода тампокс, только зелено-желтый. Тоже иногда очень сильно выручает. Ну, опять же, считаю, что здесь выручает именно опять вот красная нежная вот эта голова. Ну, и остальные добавления. Если берем судака, то желтые, вот эти зеленые какие-то примеси судак, в принципе, любит. Особенно в мутной воде. 236-й. Тоже цвет такой уже легендарный. Что в нем работает? Ну, опять же, может быть, красная голова. Да, не знаю, черный хвост, вряд ли, ну, что-то вот полоски вот эти, может быть, на желтом фоне. Ну, вот цвет, в принципе, по-моему, у меня есть фильм «Предперикатная яма», по-моему, на него я поймал там трофеющую, там, блин, судачищу такого здорового. Судачий цвет. Вообще, судачи цвета, они где-то вот, ну, даже затрудняю сказать, ну, вот раньше думалось, что как, это желтые и какие-то зеленые. Резины всегда такие делали, да, желтоватые, зеленые. И, если, допустим, в магазин приходишь и говоришь, допустим, дайте мне резину по, там, по судаку, да, постоянно будут вам давать желтые, зеленые. Потом появилось машинное масло, вот, белые любители были по-белому, но некоторые всегда говорили, что белые – это по щуке, вот, но не по судаку. Вот, сторонники другой, знаете, другой теории говорили обратное, там, или говорили, там, что-то другое. Всегда были какие-то дискуссии, споры по поводу цветов. Кто-то вообще в цвета не верит, вот, я не буду оспаривать, кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога, да. Я лично в цвета верю. Верю в цвета не просто потому, что хочу в это верить, а потому, что мною, ну, реально уже как-то себе же доказано, что именно цвета иногда по какой-то причине, даже в один и тот же день, скажем, погода поменялась. Или, допустим, ну, солнечный день, ближе к вечеру, и цвета уже другие работают. Что по окуню, кстати, я показывал вот в фильме, да, безбашенная поездка на Ахтубу, где мы там вот много ловили в заброс тоже. И там вот как раз сначала ловила натуралка, потом натуралка просто выключается, ставлю кислотный, типа вот 217, вот такой файтайгер какой-то, по-моему, аджин спина, что-то, по-моему, не помню. Вот, и он начинает мне приносить окуня. А та приманка, которая до этого, там, ну, весь день косила мне окуня, она перестает работать. Поэтому в цвета я верю. То же самое по судаку. Ну, это не просто так, вот у меня есть видео, где, допустим, реально, ну, я не знаю, что вот в 225 судаку понравилось в одной, там, в один год. Ну, мы ставили разные приманки, 217, кстати, 217 потом работала, но ставили, там, не знаю, там натуралки 31, хуже работали, какие-то желтые ставили, хуже работало. Там, не знаю, 110 не работал, просто не работал. А почему-то вот именно вот в таком исполнении реально работало. И не хотелось уже менять, экспериментировать, потому что нашли цвет, и он косит. Иногда вот этот черный, ну, просто, значит, делает рыбалку. За счет, я так понимаю, что своих вот этих вот ядовиных пятен, он просто делает рыбалку по судаку. Особенно, я говорю, там, допустим, когда это, вот, светать начинает, да, прям, ну, в сумерках, скажем так, или, допустим, в мутной воде, воблер работает превосходно. Хотя, вроде, черный, но, я говорю, вот эти желтые пятна, они, значит, что-то дают. Поэтому разные приманки для разных, разный цвет приманки, я считаю, что нужно иметь у себя в коробке. И считаю, что разнообразие цветов, оно иногда позволяет уйти от нуля, или, допустим, как многие это говорят, вот, или просто сделать себе кайфовую рыбалку. Вот, как-то так. А так, конечно, есть цвета, наверное, которые работают, наверное, всегда, ну, в 90%, и достаточно иметь их, вот. Ну, опять же, мы же все, многие из нас, воблероманы, которые с головкой-то и не дружат, и мы всегда хотим иметь у себя новый, новый цвет. Я больше, чем уверен, что уже вот за этими приманками, да, за этими цветами, я имею в виду, люди сейчас побегут. Вот они, кстати, я вам покажу. Тоже не по теме, тоже себе вот умудрился отхватить. Здесь, пока их продажи, по-моему, нету. А вот бандосик от Герман, да, вот в таком цвете. Это три четверки цвет. Вот красненький. Три тройки. И так как я вот тоже воблероман, и мне очень нравится, скажем, приманка, да, мне вообще нравятся, ну, скажем, по сути, красивые вещи. Красивые вещи, наверное, мне нравятся. И нравятся, соответственно, красивые приманки. Мне приятно ловить на красивую приманку. Я на самом деле на свой Мэнс, вот в обзоре я его, кстати, не показал, я его найти не могу. Может, у меня в катере остался, лежит в катере, бедолага. Главное, чтобы зимой там ничего с ним не случилось. Ну, вон. И, значит, вот мой любимый Мэнс белого цвета, покрашенный ужасно, да, я все время стебусь надеваю, над собой тоже. Как я умею вообще рисовать и красить. Меня это поражает, конечно, или восхищает, даже, да. Вот, так вот, мне ловить на него на самом деле, ну, не очень приятно, потому что, ну, он уродец такой, гадкий уродец. Ну, ловил, наверное, из-за него, потому что мне его как-то даже, может, гадкий уродец. И этот гадкий уродец реально со мной не оторвался, ведь гаденыш. Один раз его чуть не потерял, вот, уже на протяжении десяти лет, наверное. И всегда он мне приносил трофейных судаков. Так что новые цвета, они заставляют нас тратить денег. Вообще негодяи, я считаю. Негодяи, да. Потому что могли бы вообще произвести два-три цвета и отстать от нас. Да? Как с колбасой. Приходишь в магазин, зараза, вся она докторская. Вот вся, вся докторская. Но почему-то она вся разная и пахнет по-разному. Да и вкус у ней разный. Но вся докторская. Ну, как так? Вот в Советском Союзе, помню, была докторская колбаса, любительская колбаса. Да, по-моему, и все. Там, по-моему, даже чесночной какой-то не было. А может, была. И все. Приходишь в магазин, там, посылать тебе родители, значит, за колбасой. Сын, купи, значит, докторской колбасы. Вопросов нету. Какую? Рублевскую, Микояновскую. И какую-нибудь еще другую. Все. Покупаешь докторскую, несешь домой. Все ее опы, все ее жарят там. Все. Ливерную. Пожалуйста, вопросов нет. Она одна. Ее ведешь, покупаешь. И все. И жаришь с ней яичницу. А сейчас. Вроде бы все они одинаковые. Вот я вам показал три реплики. По сути, да, их можно назвать репликами. Какие-то очень похожие, скажем, по вкусу. Какие-то нет. Но все они, по сути, похожи. Как-то так. Теперь я вам покажу, как они светятся. Это, друзья мои, как раз и есть 225-й. Видите, как он во флюоресцентном свете светится. Сверху на самом деле зеленое покрытие. Возможно, может быть, из-за этого он и работает. Вот то, что я вам говорил, допустим. Натуралка. По 31-й цвет. И вот пузо. Где мой любимый 217-й? Вот он. 217-й. По сути, вообще никак не светится. Но всегда ловит рыбу. Он, конечно, имеет там цвет, какой-то видоизменения, да? Сейчас я вам попытаюсь показать вот так. Раз. Глаза, может быть. Глаза, кстати. Глаза у Германа флюоресцентные. Светятся пипецко, как монстры. Белые ходоки реально. Вот мой любимый, значит, цвет белый. От Герман белый ходок. И он реально как белый труп вообще. Вот он как будет светиться, да? Вот во флюоресцентном цвете. Косит просто судака. Просто выкашивает. Два пятна. И сам он какой-то просто вот цвета становится какого-то непонятного. Белый ходок. Очень нравится мне. Так. Вот, кстати, оригинал, который, опять же, значит, фу-фу-фу-фу-фу-фу в этом... В том году, в Сальмовский, мне просто, ну, делал рыбалку. По сути, да? Но он какой-то, он не светится, он становится каким-то таким вот мертвеньким, не знаю. Красная голова становится какой-то вишневой головой, что ли, не знаю, какой-то непонятный. Вот он, черный уголек. Вот эти пятнышки заветные, это просто, мне кажется, вот они и делают. И вот эти вот рыжие пятна и желтые. А сам он черный. Глаза, опять же, еще глаза. Герман очень интересный. Может быть, глаза и решают все это дело. 110-й. Превращается вот каким-то таким. Может быть, вот этот какой-то такой цвет и... Как она рыбу видит? Мы же не знаем, что она там видит. Чего она там думает. 224-й, который синий. Не 225-й, а 224-й. Еще раз 110-й вам покажу. Вот этот цвет тоже, да? Может быть, вот как раз вот этот цвет и нравится судаку. И 225-й. Понимаете, о чем речь? Глаза, как у трупа. Ну вот, синий. Ничего я на него не пойму, по-моему. Парадоксально вообще. Может, он его не видит нифига. Вот, мне кажется, как должна идеально выглядеть приманка. Ну что, друзья мои, вот такой воблер-трон появился у компании Герман. Это реплика, повторюсь, на Сальма Фридайвер. Ну а как будет ловить данная приманка, мы вам уже покажем в апреле. И наблюдайте за нами весь сезон. В планах есть видео сделать, видео сравнение. То есть, оригинала, Дип Джона и Трона. То есть, показать, попробовать три приманки. Каких-то в одинаковых, более-менее равных условиях. То есть, какая приманка будет ловить хуже, какая лучше, какие будут ловить одинаково. На самом деле, мне самому это очень интересно. То есть, мы покажем и Дип Джон, и Трон, и Фридайвер. Постараемся сделать отдельное видео. В принципе, вроде бы все я вам показал и рассказал о данной приманке. Фурнитура хорошая, покраска на вид неплохая. Неплохая. Как она себя поведет под клыкастым разбойником, или под чучьими зубами, или под самове щетиной. Это мы уже посмотрим на воде. Можно, конечно, и ножичком поковырять. Но я думаю, что это особо ни к чему. Забыл совсем сказать. Пока данная приманка не продается. Найти вы ее нигде не сможете. Первые ее продажи будут уже скоро. Но будут они нормалованные выставки на ВДНХ. Которая пройдет с 20 по 23 число. И хотелось бы еще напомнить. 22 числа с 9 до 12 я буду стоять на стенде Герман. Если есть у кого желание, подходите, пообщаемся, задаем друг другу вопросы, подискутируем на разные темы. Поговорим о приманках, о спиннингах, о шнурах, о поводках. Да чем угодно. Всего доброго. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всего благого. Субтитры сделал DimaTorzok